всем добрый день дорогие друзья уже до начала нашей программы ажиотаж нашей студии есть коллеги разговариваются в эфире к фулаев очередной выпуск поздравляем со стартом приемной кампании и уж по традиции нашей программы кто открывал сезон тот и открывает начало приемной кампании сегодня у нас в гостях представители того института где делают успешных и счастливых людей это институт геологии нефтегазовой технологии представлю спикеров это директор института института донис карлыч нургариев донис карлович доброго дня а также заместитель директор директора по практикам и взаимодействию с работодателями андрей анатольевич терехин андрей анатольевич тоже добрый день поздравляю вас с началом приемной кампании вопрос такой готовы к самой приемки то весь год с вами говорим 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 о ней вот она наступила сегодня как ощущение да конечно конечно старта то есть сегодня такой замечательный день во всех университетах россии нашей страны начинается приемная компания это в общем-то для нас это какая-то работа такая напряженная а для вас это такие некие новые вот возможности новые проблемы новые страхи может быть даже кто-то боится там да то есть что-то что такое которое вы считаете очень важным вашей жизни действительно это очень важно выбрать правильно профессию сразу выбрать профессию профессию где это эту профессию получить кем стать и какие вы предъявляете требования вот к тем университетам вузам институтам к тем направлениям между внутри вот того большого направления куда вы хотите пойти где вы хотите работать всю жизнь чтобы было интересно приятно вы были счастливы и успешны как мы говорим вот старт есть да не скажешь я вас немного поправил с вашего позволения страх все-таки громкое слово какое-то волнение даже азарт азарт да да согласен да я я просто помню когда я был студентом меня абитуриентом я приехал казанскую казанскую университет поступать мы сдавали экзамены вот вступительные экзамены это было ужасно нас посадили большую огромную мониторию открыли доску там там были задачи но они были очень простые все я их решил сразу и поступил но как бы но я знаю что у ребят был страх такой то что нужно было четыре экзамены нужно было сдать четыре экзамены нужно было сдать и потом уже поступать а сейчас вы все уже сдали все уже только сдаете документы сидите смотрите как вы выигрываете или не выигрываете лотерею андрей нато вообще что добавить да дорогие друзья наши потенциальные студенты нынешние абитуриенты стартовал приемная кампания по адресу кремлевская 35 мы вас ждем наши сотрудники готовы технически все это сопроводить разъяснить и дать комментарии и мы соответственно сегодня тоже готовы вам и на ваши вопросы ответить какие-то если вы будете что-то конкретизировать и в принципе рассказывать об институте о профессии о возможностях в первую очередь возможностях для вас напомню нашим телезрителям то что во время прямого эфира вы можете задавать свои вопросы и мы их обязательно зададим коллегам которые сегодня у нас присутствуют студии начнем по вопросам которые уже приходили к нам в группу вконтакте казанский федеральный университет первый звучит так можно ли подать документы в приемную комиссию без родителей либо законных представителей да если вам исполнилось 18 лет то вполне можно прийти подать документ самостоятельно без родителей без законных представителей я напоминаю вам ребята что вы можете подать документы несколькими способами во первых это зарегистрировавших на нашем портале абитуриент kpfu.ru заводится там личный кабинет и прикрепляете безопасно все свои документы даете онлайн заявление также вы можете воспользоваться сервисом госуслуг супер сервисом прийти лично и отправить документы по почте ну я еще я знаю что вы считаете это таким дедовским способом и статистика показывает что в прошлом году у нас и 10 человек таких не набралось кто по почте отправил документ конечно все подается час документы онлайн и вот уволнение еще хочется добавить в этом контексте вы знаете не считаете ваши баллы маленькими или большими вы главное приходите я думаю что вот участвуйте не бойтесь участвуйте в конкурсе и все у вас получится продолжим по вопросам следующий звучит так меня интересует правило целевого обучения на все ли направление подготовки она распространяется да разумеется что вот на наше направление подготовки института идеологии нефтегазовых технологий казанского федерального университета у нас есть направление идеология и идеологии еще профилизируется на четыре профиля плюс у нас есть еще направление целое большое нефтегазовое дело там у нас один профиль подготовки фактически вот этими направлениями Мы закрываем потребности всего рынка вот сейчас нефтегазового, геологического кластера. Так что вот, собственно говоря, в этой части, у обоих этих направлений есть целевые места. Ну, если говорить конкретно уже, то по 10 целевых мест. Ну, если вы решили это сделать, то у вас абсолютно нефть. Вы считаете, что это выбор совершенно правильный, и вы абсолютно точно выбрали место, где вы будете работать с удовольствием. Это приветствуется без проблем. Да, плюс здесь очевидный, это определенность вашего будущего и определенность старта карьеры. То есть в любом случае вы после выпуска будете иметь гарантированное место работы, а потом будете иметь опыт уже в качестве, если захотите продолжить, скажем, свою карьеру где-то в другом месте. Да, вот сейчас чувствую, что ваше преимущество над всеми вузами России, именно вас, Андрей Анатольевич, у вас голос такой вот успокаивающий, как раз настраивающий на нужную волну. Ну, ребята, вы делаете правильный выбор, вступаете, такой гипнотизирующий даже. Это действительно так. Тем более, ребята, вы можете узнать о нас больше. Мы вот для вас совершенно открыты, и мы проводим массу активностей для школьников, потому что мы хотим, чтобы вы сделали правильный, осознанный выбор. Не так, чтобы пришли и после первого курса поняли, это не мое, надо куда-то уходить. Вот это, наверное, со всеми случается, но это единичный случай. Я имею в виду со всеми направлениями, вузами, институтами, но это единичный случай. А мы вот такое, я не побоюсь слова сказать, но, может быть, не самое большое, но значимое количество мероприятий для вас, ребята, проводим, чтобы вы могли к нам прийти, вот прямо одеть на себя костюм геолога-нефтяника, геофизика, вот, и понять, нравится вам это или нет. Мы проводим, кроме Олимпиад, конференции, мы проводим кейс-чемпионаты, проводим турниры, квизы, различные форматы интеллектуальных игр, как своя игра, что, где, когда, вот в таких вот форматах. Мы проводим курс научно-побулярных лекций зимой в рамках нашего проекта «Университетские субботы». У нас целая школа юного геолога, целый год можно ходить к нам, заниматься, познавать вот такие предметы, которых в школе нет, диалогия, общая диалогия, мы это называем. Ну, по сути дела, для вас будет понятнее, это более широкий курс физической, углубленный курс физической географии, который вы проходите в школе. Вот, палеонтология – это наука, которая остатки изучает, организм, которые жили до нас, и с помощью вот этих исследований можно раскрывать. Тайны нашей планеты, какая она была в прошлом, какой климат в прошлом был, какие животные жили, что на это влияло. Это вот тоже весьма, вот это вот очень-очень интересно. Вот, так что это вот те, которые я сходу перечислил активности для ребят. У нас есть группа ВКонтакте, она называется просто «Югео», «Ю-юный геогеолог», вот, «Югео», грубо, вы, если вы и по-русски наберете, на латинице наберете, ну, на латинице она быстрее будет, вы сразу в эту группу войдете, и там есть и тематические материалы, и конкурсы, и вы узнаете о наших активностях. И, ну, я надеюсь, сделаете вы это, что с нами интересно. Вспоминаются, кстати, предыдущие наши с вами эфиры, говорили о «Геофесте» и о конференции Лобачевского. Как там все прошло, что ребята показали, и как это все продвигается у них? Конференция Лобачевского, в частности, секции «Геология» и «Геология и география», которые мы вот координируем в Казанском федеральном университете, эти секции развиваются, они разновозрастные. В секции «Геология и география» там школьники 4-7 классов, в секции «Геология» школьники 8-11 классов, вы знаете, и география участников расширяется, нас это очень радует, и глубина исследовательских проектов расширяется. Вот, у нас из Кировской области, из Удмуртии, из Московской области, из Новосибирска, Екатеринбурга участники вот в этом году были, то есть такая очень-очень широкая география, это не только Казань, Татарстан, и нас это радует. И более того, с теми участниками, кто приехал и получил от нас обратную связь, мы продолжаем отношения в части их консультации, они иногда работу делают уже на нашей базе, в наших лабораториях исследования проводят, то есть мы всячески поддерживаем эту активность. Вот нам это интересно, если это ребятам интересно, нам это вдвойне интересно, и конференция состоялась, мы очень довольны и количеством участников тематикой, глубиной проработки исследований. Что касается геофеста, это такой больше проект популяризации наукой Земли, который проходит, может быть, не самое удачное время, конечно, начало июня, но тем не менее плюсом в это время уже тепло, и можно получить активность какие-то на воздухе. Геофест тоже набирает обороты, привлекает большое количество участников, все естественно-научные факультеты университета разворачиваются на единый площадок, если два года назад, вернее, год назад это было на площадке второго корпуса, это где сейчас у нас развернута работа приемной комиссии. Кто на геофесте был в прошлом году, знаете уже, куда идти надо сразу. В этом году мы использовали фойе пятого этажа культурного спортивного комплекса «Уникс». Я думаю, что по моей оценке, ребята, которые пришли, они получили такое удовольствие, такое познавательное времяпрепровождение. Ну и нам тоже было интересно общаться с активными, умными ребятами. И приходите, всячески приглашаю вас и на другие наши мероприятия «Активность для школьников». Помните группу «Югео ВКонтакте»? Там вся информация есть. — Продолжим по вопросам. Какой средний балл нужен в этом году для прохождения на бюджет? — Сложный вопрос. Если бы я это знал, то... — Да, коварный вопрос. — Да, коварный вопрос. Средний балл — это средний балл. Всех обычно интересует какой-то пороговый балл, когда человек может прийти с этим баллом и поступить. Мы, конечно, этого не знаем. Если так вот навскидку говорить, то есть, скажем, если у вас больше 200 баллов, наверное, больше 200, ну, 205 баллов, то вы, наверное, практически гарантированно можете поступить в Институт геологии и нефтегазовой технологии на целый ряд специальностей. Может быть, не на все, но на большинство, так скажем. Вот такую цифру могу назвать. А нижний, проходной балл, он очень такой, знаете, непростой. Вот бывает иногда, люди поступают совершенно с очень маленьким баллом, неожиданно, да? Я говорил про лотерею в самом начале, да? Вот эта лотерея разыгрывается там в конце, потому что в конце получается так, что ага, люди смотрят, о, балл огромный, и избирают документы, начинают убегать, 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 и какой-то человек, который либо забыл, либо проспал, либо вообще решил, а, была, не была, остался, и он вдруг неожиданно с низким баллом поступает. То есть такие вещи бывают. То есть на самом деле тут нужно как-то решить себе, вот я поступаю сюда и поступаешь сюда. Вот поэтому говорить о том, что такое средний балл, это вообще неинтересно. Вот я сказал средний балл, да? 200, 205 баллов, то есть вы поступите. Ну, всякое может быть, да? Вдруг все ирунутся в геологию. Вот Андрей Анатольевич все агитировал, тут они все прибегут. И как бы все, но не бывает так. Есть определенная, совершенно четкая тенденция, совершенно определенные цифры есть, совершенно определенное количество людей. Это статистика, это многие годы, то есть эта вещь, она выполняется. Ничего не случилось особенного, чтобы вот что-то случилось такое, неожиданное такое. На самом деле все это очень хорошо известно. Поэтому, друзья мои, если у вас есть желание поступить, приходите. Я думаю, если у вас есть желание, вот есть какие-то баллы, там, близко к тому, что я говорил, это же не верхнее, а вот 200, это вот немножко меньше там, да? Ну, больше это хорошо. Вы можете поступить. Самое главное, поступайте правильно. То есть увидели, что у вас там, вам стало страшно, опять я говорю, страшно стало, забрали документы, да? Нет, друзья мои, вот есть, например, направление интегазовое дело. Там балл намного больше, там средний балл, скажем, 220. 220, там 225, да, только бывает. И там, конечно, проходной балл тоже, вот где-то около 200, может быть, да? Вот, и даже, может быть, выше, а иногда бывает и ниже, то есть как-то никогда не скажешь. Но все говорят, о, нефтегазовое дело, я не пройду. Но нефтегазовое дело, это бакалавриат, после которого человек поступает в магистратуру. А то же самое можно поступить, например, на геологию, например, на направление геологии нефти и газа, геологии геохимии нефти и газа, да? Это то же самое, даже немножко лучше. Потом, когда вы поступаете в магистратуру, вы поступаете в магистратуру на нефтегазовое дело и получаете такой же диплом. Кроме того, у нас колоссальные возможности по параллельному обучению, например, получению, там, например, диплома по нефтегазовому делу параллельно. Вашему основному обучению, например, на геологии, на гидрогеологии, инженерной геологии, например, вы учитесь, можете получить диплом. То есть, на самом деле, главное поступить. А дальше, вот, вы придете сдавать документы, обязательно приходите, поговорите с людьми, там наши волонтеры есть. Пожалуйста, если вы придете толпой там какой-то, позвоните, я приду сам расскажу вам, что нужно делать, да? То есть, если у вас есть желание поступить на факультет и стать геологом, стать нефтяником, работать на природе, быть успешным и счастливым, как мы говорим, как лозунг нашего университета, да? Иметь хорошую зарплату, жить в хорошем месте, иметь интересную, приятную, такую уважаемую работу. Это вот институт геологии и нефтегазовых технологий. Мы с вами разберемся. Как говорится, по вере никто не отменял народные, как себя настроишь, так и пойдет. То есть, не нужно настраивать себя на пороговый балл, на средний, настрой себя, то, что ты поступишь. Поступишь, да. Продолжим по вопросам, где работают большинство ваших выпускников по специальности нефтегазовое дело? Ну, знаете, во-первых, надо сказать то, что все наши выпускники и геологии нефтегазовое дело, они устраиваются. Только кто-то, если уж не хочет совсем, вот, ну, может уйти, в принципе. То есть, мы никого не держим. К нам приезжают компании, вот, начинается, в сентябре уже начинается заезд компаний такой массовой. Приезжают большие крупные компании, агитируют студентов. И вот, скажем, где-то к марту, апрелю месяцу наши студенты все последнего курса там, они все распределены уже. То есть, они получают работу в нефтегазовых компаниях крупнейших, это начиная с Газпрома, Газпромнефть, Лукоил, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, огромное количество компаний более мелких. Плюс, сервисные нефтегазовые компании, это, их очень тоже в России очень много, это в Тенге Групп, там, Геотек, Росгео, Росгеология. Ну, масса. То есть, все студенты распределяются. Конечно, компании, когда приезжают, они отбирают, конечно, лучших, понятно, что, как бы, чем ты лучше учился и чем больше, чем себя показал, вот, на разных конкурсах, там, публикациях, потому что, когда наши студенты завершают магистровскую диссертацию, они пишут статьи, у них уже есть научные труды, то есть, это все докладывается, и компании выбирают их. Продолжим. Часто говорим о работе геолога, то, что это такая романтика, костры, гитара, природа, а вопрос прилетел в следующий. Что представляет из себя работа геолога, каковы обязанности и распорядок дня? 8.00 проснулся, 10.00 отжимания. Наверное, здесь два ответа, вот, если позволите, я немножечко расскажу. Я вот на предыдущих эфирах все время начинал именно с ответа на этот вопрос. И вот буквально в эту субботу я встречался со школьниками, ребятами на юго-востоке Татарстана в ПГТ Актюбинский. И рассказал им о наших направлениях, профилях подготовки. Так вот, то, что вы сейчас сказали, классический образ геолога-романтика, это вот человек с рюкзаком, с бородой, с гитарой, да, вот, полгода где-то там в экспедициях, приезжают только зимой, оброшиваясь такой, его не узнать. Вот, это выбор определенной части людей, кому это нравится, и вот, которые хотят этим жить. Это вот, это их жизнь, они вот, 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 буквально, вот, горят от желания иметь такую профессию. Но, тоже очевидно, таких среди современных ребят, наверное, немного, да, ну, и много они не должно быть, то есть это вот такие целевые люди свои. Так вот, профессия геолога, геолог это такое емкое слово, геолог нефтяник. Геолог нефтяник это человек, который закончил геологию, геологию нефтегаза, там, или нефтегазовое дело. Это человек, который ходит в пиджаче на работу, в геологический отдел, допустим, да, у него 5 рабочих дней, 2 выходных, и он живет вполне себе такой вот обычной жизнью, которую вы представляете. Это тоже геолог, вот, и вполне полноценный геолог, который выполняет важную миссию для страны. Есть операторы по добыче нефтегаза, которые работают на скважине, но они тоже работают, то есть не живут дома, таких экспедиций нет, работают они также по пятидневной неделе. Вот, единственное, на бакте есть сначала на скважину, там ее обслуживают, вот, замеры там берут, пробы нефти берут, скажем, вот, привозят их, обслуживают оборудование. Вот, это работает, есть геофизика. Вот здесь, вот, геофизика в чем универсальна? В том, что, вот, вам комфортно в офисе работать, вот, ну, в городских условиях, да, чтобы, понятно, я уже такой вот, ну, несколько банальный слов, офис использую, офисная работа. Вот, пожалуйста, вы стали геофизиком и постарались стать интерпретатором, то есть вы обрабатываете большие объемы данных, интерпретируете их, делаете выводы определенные, наличие, отсутствие там полезных ископаемых, а вы вот геофизик хотите в поле, пожалуйста, можете выезжать на месяц, там, на два месяца в поле, но это не как геологи, это, конечно, не шесть месяцев, вот, практически всегда, то есть это более короткие выезды, полевая геофизика. Вот, и можете вариативно выбрать себе, захотели совсем в городе всегда оставаться, ну, собственно, и нефтяники работают в пределах городской черты, исключая, конечно, выясненные месторождения. Гидрогеологом стали, инженером-геологом, это еще городская специальность, работаете в компаниях, которые занимаются изыскательностью для строительства, вот, для изучения, скажем, месторождений грунтовых вод, то есть вполне себе такая городская специальность. То есть, вот, профессия геолога, она такая широкая, и, вот, конечно, многие об этом не знают, многие считают, что, вот, дядька с бородой, с гитарой, там, рюкзаком, это, вот, геолог. Да нет, конечно, вот, геолог, вы знаете, они занимаются сейчас, решают такие задачи, связанные с цифровизацией, что, вот, вот, так сразу, даже за пять минут, может, не расскажешь, приходите, мы с вами, подольф, пообщаемся, вот, и вам покажем, и наше направление стул покажем, и День открытых дверей. Вот, у нас проходят ежегодно последние воскресенья февраля, вот, на протяжении последних шести лет мы последние воскресенья февраля проводим День открытых дверей, пользуясь случаем, что наш эфир, все-таки, будет размещен в социальных сетях, еще запись будет, и вы ее послушаете, я вот скажу очень коротко, День открытых дверей, мы его не проводим, вот, в режиме разговоров, вот, когда мы пришли, вы перед нами сели, мы с вами там поговорили, и все разошлись, вот, у нас другой подход, мы, конечно, разговариваем с вами, но час, 60 минут, вот, у нас такой вот деблайн по времени, а потом вы распределяетесь на учебные группы, получаете такие на один день зачетки, студенческие билеты, и идете учиться, а на один день, в рамках нашего Дня открытых дверей, вы становитесь студентами Института геологии и антигазовых технологий. Для чего? Ответы же тоже понятен, то есть вы пройдете в те аудитории, в которых будете учиться, вы побываете в тех лабораториях, в которых будете проводить исследования, там, курсовые писать, диплом писать, в том, что магистрские диссертации писать, и почувствовать себя, вот, так сказать, в шкуре студента, то есть пройдет такой полноценный тест-драйв, это вот еще одна вот такая наша активность. И, резюмирую, профессия геолога, это и полевой геолог, такой вот с полевой романтикой, с кострами и прочим, и вполне себе человек, который вот вы где-то в общественном транспорте увидите, вы не скажете, что он геолог, а он геолог, нефтяник, вот так эффективно очень работает, очень счастлив. Вот такой вот ответ у меня на этот вопрос, потому что я на него отвечаю в последнее время, вот, ребята, задают, задают, задают. У нас даже мысль такая пришла, Андрей начал говорить, вот у нас есть компании, которые уже работают у нас, вот, например, на территории института, есть лаборатория, например, «Газпромнефти», есть центр там, «ТНГ-групп», там, есть центр, значит, «Татнефти», то есть компании уже проникли к нам, и студенты, которые, значит, учатся у нас, они работают в этих лабораториях, и потом распределяются, например, в эти компании, да. Вот я буквально недавно был в Питере, вот форум был питерский, да, я посещал, значит, «Газпромнефть», НТЦ, это вот на набережной Мойке, есть такое красивое здание, и там работают наши студенты. Он заканчивает вуз, пожалуйста, он в центре Петербурга работает в офисе, скажем, пример, вот этот нефтяник, например. То есть, либо один из нефтяников там на Щекотку уехал, вот там, работает на Щекотке, там, я не знаю, геолог, ищет золото, олова, там, я не знаю, там, в Якутии алмазы ищут. То есть, это тем, куда вы захотите идти работать, вы туда и пойдете работать. Нет тут никакой принудиловки, который представляет себя нефтяник таким, значит, такой, в робе такой, нефть измазанный такой и такой, и крутит какие-то, значит. Да, наверное, и человек, который хочет, скажем, в нефтяном бизнесе, в нефтяном направлении добиться, подняться очень высоко, двигаться, да, Конечно, он должен и это тоже пройти. То есть, человек, который пришел сразу в офис там и дальше пошел, он вряд ли, скажем, там, будет, сможет работать, скажем, понимая всю эту цепочку, да. И даже вот, когда студенты наши учатся, они едут на практику, и мы им даем специально такую специальность, такую даже дополнительную, рабочую специальность даже даем, что он мог приехать на практику и вот это поработать там где-то, облиться нефтью там, я не знаю, там, что-то выкопать там где-то. То есть, он приезжает и работает с самого низа, что называется, да, вот это, пожалуйста, если вы хотите, можете, мы вам это обеспечим, вы получите хорошую зарплату. Когда я, помню, я поехал куда-то на север, значит, Якутию, я привез столько денег просто, я привез родителям, они говорят, ты банк ограбил, что ли? Я говорю, да нет, мне такую зарплату платят, говорю, вот в Якутии заплатили. Вот, это прекрасная профессия, честно говоря, я вот 50 лет уже в этой профессии нахожусь, да, и просто ни одного дня еще не пожарел и счастлив. Продолжим по вопросам, их совсем немного осталось. Расскажите про особенности обучения в вашем институте. Обучение, ну, во-первых, это геология такая, наука, она такая, знаете, междисциплинарная, то есть, нужно математику, конечно, знать хорошо, потому что все это мы используем. Хорошую математику. Программирование, естественно, потому что мы свои какие-то, значит, фишки сразу, чтобы ты там зашел в компьютер, накрепал там и работаешь, так сказать, да. Химия обязательно нужна, особенно геологам, нефтяникам химия нужна, да. Биология палеонтологам нужна, потому что они уничтожают там динозавров, там, вы нашел кость и говоришь, откуда эта кость? Ага, это вот такая вот кость с левого пальца, там вот такая косточка, да. Потом нужна, конечно, физика. Геофизика это, ну, как физика? Геофизика это физика на свежем воздухе, да, вот. Такая вещь абсолютно, ну, это физика. То есть, конечно, все это нужно знать, но не говорю, что вы должны все там прямо там вот любить и как бы жаловать, да, все эти дисциплины. Вы можете в процессе учеба выбрать направление, но, естественно, конечно, вы все эти экзамены должны сдать. Я думаю, что если человек имеет хорошую школьную подготовку, то наши физики, там, математики, химики, биологи, там, они обучат вас этому всему, то есть нет проблем. У нас первые курсы, первые полтора курса, вот, например, направление геологии, все студенты учатся вместе. То есть у них общая подготовка, общая геология, там, литология, такие вот, физика, химия, математика, все это. А потом они начинают делиться, потому что геофизикам нужна немножко математика побольше, там, скажем, и физика, да, значит, геохимикам нужна химия больше, там, еще как-то, да, вот, начинают распределяться. А дальше начинаются специальные предметы, какие-то, более специальные, потому что общие предметы, скажем, они изучают, ну, как бы, в целом, ну, примерно одинаково. Вот геологи, например, да, нефтегазовое дело, там у них уже более технические вещи пошли, там, гидравлика, там, еще какие-то, там, механика специальная какая-то, да, какие-то машины, механизмы, вот, такая, более инженерное, такое, инженерное направление получается, вот. А потом бакалавриат заканчивается, четыре года, вы пишете дипломную работу или, там, 30, значит, бакалаврскую работу, выпускную работу пишете, защищаете ее, и, я скажу, большинство студентов наших уходит в магистатуру. Но есть студенты, которые хотят поработать сначала, там, особенно, вот, кто практически уже готов к работе, например, геофизики, очень часто, полевики, кто хочет, вот, поле рвется работать, там, да, они все получают диплом и уезжают, там, потом поработают, там, говорят, слушай, мне надо еще поучиться, приезжают в магистратуру, доучиваются и уже уезжают, работают со всем какими-то большими начальниками, там, и, в общем, хорошо так. Поэтому, когда люди заканчивают бакалавриат, они поспают в магистратуру, магистратуру это уже более научная такая деятельность, потому что они в конце магистратуры пишут диссертацию магистрскую, то есть в это время они работают в лабораториях, какие-то материалы обрабатывают, на компьютерах, программами какие-то пользуются, для всего этого у нас есть база гигантская, то есть у нас очень хорошие научные центры, вот если брать факультет, наш институт, то там примерно 100 преподавателей, и то, скажем, не меньше, наверное, как есть людей, да, и более 400 научных работников, то есть огромное количество лабораторий, это вот руководители, которые будут руководить вашими исследованиями, работами вот в институте, вот, вот такая вот система обучения, а потом после магистратуры, пожалуйста, можете посвятить в аспирантуру, у нас около 100 аспирантов учится на факультете в институте. Когда выйдет список поступивших? Вот уже только начали, а уже интересуются. Это совершенно правильный, закономерный вопрос. 20 список поступивших будет? Поступивших будет позже. 4 августа. Это приказ, если список поступивших, вопрос рассматривать детально, а вот рекомендованы к зачислению, то есть списки у нас до 25 приема документов, собственно говоря, и 27 будут первые списки. Как говорится, когда подведение итогов тиража? Ну, 4 августа. 4 августа, да. 4 августа. Финальный вопрос. Почему стоит поступить в институт геологии и нефтегазовых технологий? Ну, это мы можем долго, еще полчаса говорить. Ну, во-первых, конечно, вот наш лозунг, да, мы готовим счастливых и успешных людей. Это очень интересная профессия. Она настолько многообразная, вот, она вот привлекает людей, людей, которые романтики, которые любят путешествовать, да, люди, которые хотят увидеть свой практический результат довольно быстро, как бы, да, прийти, что-то сделать и получить результат какой-то, да. Людей, которые, ну, ну, хорошая зарплата. Вот у нас, наверное, у студентов, вот, вот, был недавно рейтинг, и, кстати, мы обогнали айтишников. Вот нефтяники и геологи, значит, были на первом месте по средней зарплате вот выпускников, да, потом идут айтишники, ну, и потом экономисты, там и какие-то другие люди, да, юристы. То есть, во-первых, это зарплата. Ну, еще вот возможность вот менять работу. Вот сейчас у нас вот многие выпускники, раньше было как, он пришел в компанию и допислить там про работу, да, сейчас такого нет, коллеги. Сейчас смотришь, он, я, говорит, там работал, Лукойлер работал, я вот здесь работал, Газпромнефть, и сейчас он там работал, значит, за границей, говорит, поработал. То есть, сейчас люди очень свободно передвигаются из компании в компанию. То есть, их интересы, вот у него есть интерес, он занимается какой-то вещью, скажем, да, в этой компании это вот направление, например, заглохло. Он тут же переходит в другую компанию, работает вот как-то совершенно, тем более, что все офисы этих компаний располагаются в хороших городах, да, Москва, Питер, вот, да, Казань, другие города, пожалуйста. И, конечно, пока ты молодой, хорошо поработать где-нибудь в Сибири, да, обязательно это нужно. Вот я полагаю, тем более, вот я недавно был в Тюмени, Тюмени, кажется, это южный город, там солнечные дни намного больше, чем в Казани, там тепло. Я вот, я удивился, я много раз бывал в Тюмени, ну, в сентябре был, вот в прошлом году, в сентябре был, а так зимой приезжаешь, ну, Казань, Тюмень там. То есть, это все и по молодости, и комаров, наверное, покормить немножко можно. Поэтому я, друзья мои, это прекрасная профессия, я вот говорю, совершенно не жалею. И она настолько многообразна, вот. Я вот за свою жизнь, да, был в Антарктиде, в экспедиции был, да, был, значит, из таких глухих мест, там, например, в пустыне Атакама работал, да, в горах, Альпах, значит, в Австрии работал, да, то есть, вот, ну, где только-нибудь, в Китае там работал. Да, то есть, где бы вы не захотели побывать, там, что-то сделать интересного, пожалуй, это можно сделать. Вот я был, я мечтал путешествовать, практически все, что я хотел, я исполнил, вот. Даже вот в Антарктиде побывал, я в экспедиции, не просто там туристом поработал. Вот, да, то есть, это вот, ну, если вы, скажем, компьютерщик, но не любите просто писать программы, скажем, коды, а просто еще хотите что-то, увидеть результаты вашей работы, да, вот, это вот тоже наша работа. Если вы любите физику на свежем воздухе, это геофизика, я повторяю еще раз, да, то есть, это многообразие колоссальное. И самое главное, вы будете успешны и счастливы, потому что мы к этому стремимся и ведем вас все эти 4 или 6 лет. Андрей Анатольевич, еще что добавить? Совсем немножко, вот, дорогие друзья, вот сегодня стартовала приемная кампания, я желаю вам сделать правильный выбор, и двери Института идеологии и нефтегазовых технологий Казанского университета для вас открыты. И если вы в чем-то сомневаетесь, вот группа ВКонтакте, ЮДИО, там есть наши контакты, телефон для справок. Вы, пожалуйста, не замалчивайте то, что хотите спросить, спрашивайте, обращайтесь, и вместе мы пойдем вперед, и, собственно говоря, придем к успеху. Что ж, на этой прекрасной ноте завершаем наш эфир. Большое спасибо, Данис Карлович, Андрей Анатольевич, что нашли время к нам прийти. Еще раз поздравляю с началом приемной кампании, успехов и всего самого наилучшего. Спасибо, добро пожаловать. Ждем вас. Это был КФУ Live для Института геологии и нефтегазовых технологий. Вас также, уважаемые зрители, поздравляем с началом приемной кампании, с официальной ее частью. Будем на связи, впереди еще много эфиров. Готовьте вопросы, все обсудим, все зададим и успешно поступите. Счастливо! Счастливо!